Сегодня мы приступим к рассмотрению регистров сдвига. Вообще регистром называется устройство, в котором могут храниться двоичные числа. В качестве элементов хранения используются D-защёлки, D-триггера. Но чаще, когда понимают устройство, называемое регистром, там D-триггера используются. Если взять N триггеров, можно хранить N-разрядное двоичное число. Вот любые устройства, которые так организованы, называются регистрами. Это не то, что мы будем позже рассматривать память. Там тоже хранение каких-то чисел, слов. Но организация несколько иная. И особый класс этих регистров – это не те, которые просто сохраняют N-разрядное число. А регистры сдвига, которые с этими N-разрядными числами или словами, не важно, как их назвать, могут производить некоторые операции. И регистр сдвига – это такой, в котором информация, записанная вот в N-разрядном, в N, допустим, D-триггерах, может сдвигаться из одного разряда в другой. Влево, вправо. И вот этот класс таких устройств называются регистрами сдвига. Они очень широко используются в цифровой технике. Для преобразования последовательно на вход идут биты. Их можно заводить в этот регистр и по приходу N-бит остановить записи в этот N-разрядный регистр сдвига. И мы там будем хранить пришедшее последовательно N-разрядное слово. Ну, а потом можно считать. Можно смотреть, а что будет на последнем во времени. Ясно, что спустя N-тактов, N-клоков, первый пришедший на вход такого регистра бит появится на последнем N-разряде. То есть можно использовать в качестве элемента задержки на N-тактов. Двоительные слова представлены последовательными битами во времени. Ну и ещё регистры сдвига используются в арифметикологических устройствах. Мы рассматривали там вот сумматор в качестве такого устройства. Но там на комбинационных схемах делалось. А с помощью регистров сдвига тоже можно использовать, потому что вот если записано N-разрядное слово, и сдвинуть его, допустим, вправо в сторону младших разрядов на один разряд, мы тем самым поделим число на два. Потому что старший разряд стал теперь с весом на один разряд сдвинули, вдвое меньше число мы получили. А если сдвигать, наоборот, в сторону старших разрядов, то, наоборот, каждый сдвиг увеличивает число в два раза. Вот области, где применяются регистры сдвига, ну не только, мы познакомимся и с другими применениями. Ну и начнём с регистра сдвига. Он организуется таким образом. Вот берутся D-триггера, и последовательно выход Q одного D-триггера соединяется со входом следующего. Вот такая цепочка. На все одновременно подаются клоки. Сигналы клок, тактовые сигналы, на которые и реагирует каждый D-триггер. То есть, напомню, в этом D-триггере сохраняется значение входного сигнала в момент перехода клока из нуля в единицу. Вот на каждый клок новое значение, какое имеется на входе у каждого D-триггера, в нём сохраняется. И так же в следующий. Ну и вот, предположим, сюда поступает в какой-то момент времени бит равный единице. А вначале все были в нуле, в нулевом состоянии. На выходе каждого D-триггера был ноль. Что произойдёт при появлении первого клока? Значит, к моменту появления клока вот на входе уже должно быть установившееся значение нашего сигнала. предположим, единица. Тогда по этому первому клоку сюда запишется единица, а сюда запишется предыдущее состояние вот этого триггера. А не новое, которое здесь появляется при переходе клока из нуля в единицу. Почему? Да потому что всегда есть задержка. Не мгновенно при появлении клока вот этого перехода из нуля в единицу здесь изменится значение выходного сигнала. Всегда с задержкой. То есть на момент появления клока у второго D-триггера здесь ещё будет предыдущее состояние вот триггера, ну, назовем его нулевого. Вот у него вход D-0, выход Q-0. Значит, сюда запишется единица, а сюда перепишется то, что было в этом триггере перед появлением клока. Ну, был ноль, и здесь и до этого был ноль, так, значит, ноль и останется. В остальных разрядах то же самое. Теперь, предположим, к следующему клоку у нас на входе ноль. Тогда сюда запишется ноль, но при ходу следующего клока здесь ещё была единица, поэтому эта единица запишется в следующий разряд регистра сдвига. То есть первым клоком мы записали один, ноль, 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 и во всех разрядах ноль. Следующим клоком, если на входе ноль, здесь появится ноль, здесь единица, и в остальных пока все нули. И так с каждым клоком. И вот по прошествии, если здесь n-разрядный регистр, по прошествии n клоков вот эта первая единичка, которая у нас была здесь, постепенно пройдёт через все разряды и появится на выходе. Вот на этом выходе. Он называется последовательный выход, а это последовательный вход. Вот последовательно можно заводить нули и единицы. Они будут продвигаться и появляться здесь с задержкой на n-тактов клока, где n-число разрядов. Ну вот сейчас это же самое я поясню с помощью временной диаграммы. Фактически то же самое я повторю, но вот более наглядно с картинкой. А в этом, ну вот здесь написано это, поэтому если вы потом будете смотреть запись этой лекции, вы сможете вот это здесь прочитать. Вот идут клоки. И перед началом первого клока у нас на входе input вот есть бит, равный единице. И вот по этому фронту клока первый, самый левый D-триггер записывается у нас эта единица. И она будет храниться до следующего клока. Несмотря на то, что на входе D меняется сигнал, но D-триггер чувствует то, что на входе D только в момент перехода клока из нуля в единицу. Это свойство D-триггера, о котором мы говорили в прошлый раз. К следующему, ко второму клоку. У нас на входе вот этого D-триггера 0, поэтому туда записывается 0, а вот эта единица переписывается во второй. Вот она сдвигается во второй. Третьим клоком происходит её сдвиг в следующий, а сюда записывается то, что было к третьему клоку на выходе Q0 или на входе D. Вот это D0. И вот так он смещается. В N-1 на N-клоке появится вот эта единица, которую мы подавали на входе здесь. Ну, вот это иллюстрация. Это такой регистр, называется с последовательным вводом и последовательным выводом. Вот такие регистры выпускаются в виде отдельной микросхемы, часто с очень большим числом разрядов. до 64-х, я не знаю, может быть, есть и на 128. Вот там, допустим, 64 таких D-триггера стоит. И задержка может быть максимальная вот на 64 клока. Иногда от них делают отводы, ну, вот если сделать от середины, от, если всего N триггеров, взять от N пополам номера, то оттуда можно получать сигналы входные, заезженные на 32 клока. И вот бывают такие отдельные от 16, там 8, 4, кратные 2 делают отводы. Это вот регистр сдвига называется с последовательным вводом, последовательным выходом. Существует вариант D-регистра сдвига с последовательным вводом информации и с параллельным выводом. Вот как он работает? Предположим, на входе у нас идёт ну, вот N-разрядный регистр сдвига и надо на входе вот последовательно идущие N-бит во времени последовательное значит, N-тактов клока занимает время появления всего N-разрядного слова входного. Надо перевести в параллельный вид, чтобы одновременно все видеть вот пришедшие биты одновременно можно было наблюдать как параллельное N-разрядное слово. Вот пример приведён, когда идут две единицы в первые два клока, а потом идут нули. Что мы будем иметь здесь? Ну вот, вот эта единица записалась в первый самый, левый, ну вот, в нулевой разряд. записалась единица, следующим клоком опять стоит единица, она тоже записывается. Вот и два клока будет стоять единица, а дальше вот эти вот две единицы будут смещаться. И спустя N клоков мы получим на последнем выходе единицу, на предпоследнем тоже единицу, а во всех остальных будут нули. То есть мы получим один, один, а дальше все нули во всех разрядах. То есть вот это слово один, один и все нули мы представили в параллельном виде спустя N тактов клока, когда всё слово входное было получено на входе этого регистра сдвига. И ну вот всё зависит от того, какой разряд в этом слове считается старшим, какой младшим. Если вот это слово поступает начиная со старших разрядов, то вот здесь будет самый старший разряд со значением единица, предыдущий тоже со значением единица, вес вдвое меньше и сюда самый младший. Если поступают с младших разрядов начиная вот это вот младшее дальше идут старшие, то наоборот здесь будут младшие разряды, здесь старшие. Это зависит от того, как представлено слово на входе, какими разрядами оно подаётся. Первые разряды идут старшие в слове или в числе, либо младшие. Значит, вот такой вариант тоже есть. Вот такие делать с очень большим числом разрядов уже сложно, потому что потребуется столько выводов, сколько разрядов в этом слове, которое мы хотим сохранить. Если это 16-разрядно, ну, вполне реализуемо сделать микросхему с 16-ю разрядами выходными, ну, там ещё вход есть, один должен быть вывод, вывод клока, питание, ну, то есть это вот там 16-разрядных в пределах двух десятков выводов такие микросхемы выпускаются. Ну, как правило, ещё есть вход очистки регистра, запись нуля, обнуление, сигнал клея. Ну, здесь не нарисовано, но, как правило, в этих регистрах это делается. Теперь как реализуется такой вернее так, вот такие регистры делают часто более универсальными, то есть, кроме того, что он из последовательного представления информации переводит её в параллельное, возможны более гибкие такие варианты. Параллельный вход, то есть параллельно в каждый разряд записывают, а потом клоками они по очереди появляются на выходе. Перевод из параллельного в последовательный вид информации двоичной, либо из последовательного в параллельный, то есть различные комбинации. ну и тогда эти регистры сдвига выглядят несколько сложнее. Вот здесь представлено тоже N-разрядные показаны первые два разряда и последние. Значит, здесь предусмотрено два варианта работы. Можно загрузить параллельно сюда информацию. Вот этот сигнал LOAD подаётся. И он ну я даже может быть вот с чего начну. Вот перед входами D у каждого D-триггера стоит фактически мультиплексор. Значит, что такое вспомним мультиплексор? Это устройство, которое по заданному адресу выдаёт на выход сигнал с одного из входов. В данном случае самый простейший вариант мультиплексора. У него есть два входа. Вот один и вот второй. Вот этот сигнал является адресом у него. Вот видите, вот сюда в качестве адреса идёт инвертированный сигнал LOAD, а сюда он напрямую идёт. И вот значит, когда сигнал LOAD единица, смотрим, вот на эту схему И подаётся единица, значит, она будет пропускать то, что есть на входе D0. И это через схему ИЛИ попадёт сюда. А если LOAD нулю, то тогда вот здесь будет ноль, этот будет постоянно выдавать ноль, а вот сюда будет подана единица, и тогда вот этот вход, последовательный вход, то, что называется, вот этот вход последовательный будет организован, вот этот сигнал пройдёт сюда. И по мере появления к каждому клоку очередных значений на входе input будет сюда записываться. Отсюда будет передаваться туда, потому что на следующий, на вход D, вот когда здесь ноль, что попадёт? Вот сигнал с выхода предыдущего D-триггера, вот сюда, если LOAD нету, загрузки нет параллельной, вот здесь единица, значит, вот этот сигнал будет проходить сюда. Вот этот попадёт на вход D следующего за ним. Ну, а когда LOAD равен единице, вот здесь, мы на вот этот разряд попадает на вход D, то, что есть вот здесь, на этот попадёт, ну, здесь единица, то, что есть на этом входе, попадёт сюда, здесь также на следующий. То есть параллельно то, что имеется н-разрядное слово при L равном единице, по первому же клоку сюда будет записано. Если здесь продолжает оставаться это значение и L единицы, то по клоку оно будет просто подтверждаться. Если здесь к следующему клоку вот это слово изменится, то оно изменится и здесь, будет записано другое. потом, когда лоуд-сигнал станет равным нулю, с каждым клоком информация вот из этого разряда переходит в этот, из этого в следующий и так далее. А в этот записывается то, что является на входе импульс. Если там всё время остаются нули, ну, тогда просто сдвиг и всё постепенно обнулиться. Вот как работает вот такой регистр сдвига. Видите, он может работать с последовательным вводом информации и с выходом как параллельным, так и последовательным, если брать просто с последнего разряда. И может работать с параллельным входом при равном единице. Сюда записали. Дальше это хранится там до следующего клока. И может быть использованы запомнены к следующему клоку. Вот здесь. Либо если здесь будет значит после этого можно перейти в сигнал в режим лоут нулю и вот то, что параллельно записано сдвигать постепенно будет появляться на выходе. Кроме вот такого режима работы как я уже говорил вот если мы сдвигаем допустим вот это старшие разряды и при сдвиге сюда вправо мы вот здесь обнулим на вход ничего при этом не подается а вот это значение допустим единица здесь переходит в этот разряд и слово становится допустим не один там ноль 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 а ноль один ноль ноль то есть самый старший разряд стал равным нулю а следующий за ним единицы значит число уменьшилось вдвое и так с каждым разрядом мы делим число на два а если надо его увеличивать то надо сдвигать в другую сторону вот то что здесь представлена схема она этого сделать не может сдвига значит если это сдвиг вправо мы будем считать вот отсюда сюда вправо сдвиг то в другую сторону сдвиг влево здесь невозможен и для того чтобы можно было осуществлять сдвиг как влево так и вправо используются реверсивные регистры сдвига вот сейчас мы посмотрим например реверсивного регистра сдвига который позволяет сдвигать как из этих разрядов туда так и обратный сдвиг и вот здесь здесь нет вот в этой схеме нет параллельной записи в этот регистр хотя можно сделать и параллельную запись при этом схема будет посложнее вот здесь то что поступает на вход D то есть здесь надо еще организовать такой вариант когда вот эти вот прерываются эти связи вот сюда нужно будет подавать еще сигнал от еще один сигнал от входов там D0 D1 D2 и так далее ну дополнение еще логики здесь будет каким же образом работает реверсивный вот этот сигнал left right позволяет изменять направление сдвига в этом регистре сдвига посмотрим если сигнал L равен единице тогда вот на выходе инвертора здесь будут нули вот здесь ну и здесь то есть вот у этих мультиплексоров вот верхняя схема I будут всегда выдавать ноль сюда вот если здесь единица здесь ноль вот эти нули сюда выдается ноль значит сюда может при этом то что будет на этом входе схемы или то и будет подано на вход D смотрим здесь в это время как раз единица что будет попадет сюда а сюда мы видим попадет сигнал выхода Q1 вот значит если здесь стоит единица то при очередном клоке на этом входе D появится сигнал та информация которая хранится вот в этом D3 предположим здесь хранится единица тогда эта единица пройдет вот через эту схему или поскольку здесь у нас сигнал единица эта единица через схему или попадает сюда и вот эта единица очередным клоком запишется сюда сюда запишется то что есть на выходе Q2 вот Q2 и вот эта единица ну и точно так же дальше остальные разряды и вот это вот когда Q2 переписывается в Q1 Q1 в Q0 это вот есть двиг влево когда на входе вот этом будет ноль логически тогда вот эти схемы не работают они постоянно выдают ноль независимо от того что на этих выходах но теперь на то вот что мы будем иметь вот здесь единица и то что на входе input вот данный d input попадет сюда и очередным клоком сюда запишется то значение которое есть на входе d input что запишется в этот разряд теперь поскольку здесь ноль вот эта единица у нас на этой линии здесь единица и то что есть на Q0 вот здесь попадет сюда ну и через или не вот здесь всегда ноль у нас при нуле вот на этом входе Q0 перепишется в Q1 Q1 этим же клоком перепишется вот сюда на выходе здесь появится то что было перед этим в Q1 то есть мы имеем сдвиг вправо вот этим сигналом мы и меняем направление сдвига это реверсивный регистр сдвига ну вот это пожалуй все варианты простых регистров сдвига по разному можно в них записать информацию по разному считать из нее и можно менять направление сдвига вот варианты этих регистров сдвига ну вот я говорил что они могут быть посложнее рассмотренных простейших вариантов здесь может быть параллельный вот еще параллельно записать и потом сдвигать слово это либо влево либо вправо записанное кроме того как правило бывают сигналы клея которые позволяют обнулить на какой-то момент времени при подаче этого сигнала по очередному клоку будут все разряды примут значение нуля ноль будет ну вот это пожалуй все варианты ну еще бывает сигнал enable когда можно остановить работу этого регистра он не будет реагировать на сигналы клок ну это означает что по этому сигналу enable всегда содержимое то что хранится в данном разряде будет снова в него записано вот так сам себя это означает что фактически он на клок реагирует каждый на каждый клок ну просто перезаписывает то что до этого у него хранилось теперь существует класс так называемых кольцевых счетчиков которые работают с использованием регистра сдвига это класс счетчиков которые не дают непосредственно вот перебор чисел там от нуля до н-1 если н-разрядный счетчик они по-другому организованы и они как бы менее гибкие но с другой стороны у них есть некоторые замечательные возможности о которых мы сейчас поговорим кольцевой счетчик представляет собой н-разрядный регистр сдвига разряды от нулевого до н-1 у которого выход последнего разряда подается на вход крайне ну вот на данном случае на нулевое на вход нулевого разряда вот такой кольцевой счетчик имеет модуль счета равный н то есть через н клоков повторяется состояние в котором этот регистр был поэтому у него говорят модуль счета равен н ну период появления допустим того же самого состояния счетчика будет равно н-клоков ну есть ну сейчас я поясню вот посмотрим на примере четырехразрядного счетчика вот предположим здесь четыре разряда и начальное состояние у него один ноль 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 вот здесь записана единица а в следующих трех нули что будет после первого клока вот что произойдет с появлением первого клока эта единица перепишется во второй из второго в третий из третьего в четвертый а содержимое этого а там был ноль запишется в первый значит самый левый здесь станет ноль эта единица из нулевого разряда перейдет в первый этот ноль перейдет сюда этот сюда а вот этот ноль перешел в нулевой разряд следующим клоком все повторится вот этот последний разряд вот этот даст ноль в этот ну там был он останется этот ноль перепишет сюда здесь тоже сохранится ноль а теперь эта единица перепишется в Q2 вот здесь этот пока останется в нуле и четвертым клоком первые три примут значение ноль а вот эта единица передвинется сюда вот через четыре клока мы получили опять то же самое состояние вот какое было такое снова стало значит период четыре клока и то есть вот эта единичка здесь будет появляться один раз на четыре клока поэтому можно говорить что это счетчик по модулю четыре ну не совсем значит вот можно эти состояния интерпретировать как вот это число один вот такое это число два число три число четыре но смотрите какое здесь довольно полезное свойство у такого вот если бы мы хотели иметь счетчик по модулю четыре и после него дешифратор чтобы на каждом с каждым новым числом в счетчике на одном из выходов дешифратора появлялась единичка ну вот при числе ноль в двоичном счетчике у нас появлялся бы выход на нулевом единица появлялась на нулевом выходе дешифратора когда еще один клок пришел число четыре в счетчике у нас на выходе дешифратора появится единичка на следующем выходе И так на каждом из четырёх по очереди, и потом опять сначала. А здесь это всё делается без всякого дешифратора. Вот достаточно 4D трегеров. И мы, смотрите, вначале у нас единичка вот здесь появилась, а на следующих всех нули. Следующим клоком здесь стал 0, здесь 1, 0, 0. Потом в следующем 0, 0, 1, 0 и 0, 0, 0, 1. То есть мы здесь имеем сразу и счётчик по модулю 4, и дешифратор. Причём вот здесь отсутствуют те ложные короткие выбросы, которые появляются на выходе дешифраторов, когда происходит смена числа на входе этого дешифратора. Здесь это чистые появляются вот импульсы без всяких ложных на других. Вот здесь единица, здесь строго все нули. Здесь ноль сразу становится без всяких коротких переходов. Вот это основное достоинство. Правда, всё это достаточно экономно делается. Ненамного... Ну вот, когда малое число разрядов, это вообще проще, чем делать счётчик по модулю, там, допустим, 8, и потом дешифратор. Три входа и 8 выходов. Здесь потребуется 8 D-триггеров, а там счётчик будет 3 разряда, трёхразрядный, но каждый D-счётный триггер, он будет сложнее, чем просто D-триггер. Там ещё на входе есть логика. Ещё дешифратор. Ну вот, если число разрядов становится очень большим, ну, например, даже 16, тогда вот здесь потребуется 16 D-триггеров. А если делать с помощью счётчика и дешифратора, понадобится счётчик четырёхразрядный, а не 16, как здесь. Ну и дешифратор, там, комбинационные схемы. Ну, вот там по количеству, я думаю, примерно одинаково ещё будет. Но уже дальше, там 32, например, разряда 64, тем более, конечно, вот так делать не очень экономно. И там всё-таки делают счётчик на двоичный счётчик обычный и дешифратор. Ну, вот в этом, правда, есть, смотрите, какой недостаток. Если по какой-либо причине оказался сбой в этом, ну, вот нечаянно, там, из-за каких-то помех, появилась единичка, вот, допустим, в этом разряде. то есть у нас оказалось не один ноль, 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 а один ноль, один ноль. Что мы будем тогда иметь вот в таком кольцевом счётчике? Из этого состояния мы в какое перейдём? Вот этот ноль запишется в нулевой разряд, этот сместится сюда, этот сюда, этот сюда. Получили новое состояние. Следующий клок, что даст? Эта единичка перейдёт сюда, этот ноль сюда, единица сюда, ноль сюда. мы получили то же состояние, что и было. То есть через... на каждый второй клок мы будем возвращаться в исходное состояние. То есть модуль счёта у него стал не 4, а 2. Вот это вот недостаток этих кольцевых счётчиков. Если вдруг здесь вот эта единичка пропала, то есть она отсюда не записалась, вот отсюда не записалась очередной отсюда. У нас стали здесь нули. Тогда все нули, так постоянно и будет ноль. Вот это является недостатком таких кольцевых счётчиков. И поэтому приняты меры были вот для борьбы с таким состоянием, когда там не то, вот не такое, когда только одна единица вот в этом кольце движется. одна единица постепенно проходит. Вот здесь две уже мы получили совсем другой результат. И вот такой кольцевой счётчик, тоже n, по модулю счёта n, у которого может быть произвольное начальное состояние. как он реализуется. Вот здесь не напрямую выход последнего разряда подаётся на вход крайнего левого, ну, при сдвиге вправо. а на этот вход подаётся вот через схему или не, значит, на вход, на входы, здесь n-1 вход, и вот на эти n-1 вход подаётся содержимое, вот состояние всех n-1 разрядов первых, кроме последнего, старшего разряда, qn-1, вот подаётся сюда. И по, в зависимости от того, что здесь за состояние, какое, вот какие значения принимают выходы каждого из d-трегеров, ну, что там хранится, единичка или ноль, формируется сигнал записи в крайний левый разряд. Вот если, предположим, что у нас начальное состояние всех разрядов нули, тогда вот эти первые n-1 разряд вот здесь имеют ноль, схема или даёт значение ноль, а инвертор вот этот даёт единицу. И вот из этого состояния все в нулях вот этими определяется, что будет на входе input вот здесь, когда все нули, схема или не, даст значение единице. Эта единичка запишется в крайний левый разряд. И вот мы из нулевого состояния переходим вот в такое. Что будет дальше? Поскольку здесь есть вот на одном из входов вот эта единичка, эта схема формирует ноль, так, и мы имеем вот к следующему, вот здесь ноль формируется при таком содержимом этих n-разрядов 1, 0, 0, 0, формируется ноль, и следующим клоком этот ноль записывается сюда. Ну, вот здесь и а эта единица из Q0 перепишется вот в этот триггер и станет там единица. Ну, так же, сдвиг из левого разряда более правый. Значит, будет 0, 1, 0, 0. Следующим разрядом, следующим клоком, поскольку есть единица вот в этих трёх разрядах, опять входной сигнал здесь будет 0, опять записываем 0, этот 0 сюда, единица сюда, 0 сюда. Следующим разрядом что мы получим? Здесь будет 0, поскольку есть единица на Q2, мы запишем 0, этот 0 сюда, 0 сюда, единица сюда. мы перешли в состояние 0, 0, 0, 1. Теперь что мы будем иметь дальше? Раз здесь нули, вот в первых трёх младших разрядах, здесь все нули, формируется единица, которая записывается в крайний левый. Мы вот из этого состояния переходим вот в такое. И дальше мы по этому кругу будем ходить. Видите, опять мы будем иметь вот на этих выходах 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Вот эта единичка пробегает и нормальная работа вот такого кольцевого счётчика. То есть мы начали с нулевого состояния и на следующем же клоке вышли из него и перешли в правильный цикл, когда эта единичка проходит по всем разрядам только одна на единице. И вообще вот такой счётчик называется самокорректирующимся. И он переходит в правильное состояние, вот такое рабочее, из любого начального состояния максимум за три клока. Он переходит вот в этот режим. Вот здесь показаны возможные варианты перехода такого. Вот это его правильный цикл. Вот. Из один ноль 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 переходит в ноль один ноль ноль потом эта единичка дальше смещается дальше и вот вот это вот его цикл работы. Из нулевого как мы сейчас видели он переходит сразу в правильный режим первого же клока. Вот если начальное состояние было бы вот такое вот это то мы первым же клоком перешли бы вот сюда и здесь после этого мы по этому циклу ходим. Вот дольше всего если начальное состояние было все единицы то мы первым клоком перейдем сюда вот в такое состояние следующим вот в такое а следующим вот в это ну и дальше по циклу ну вот отсюда все здесь получается по вот из каждого из таких начальных состояний после третьего клока мы перейдем в нормальный режим то есть есть некоторый переходный процесс вот из этих состояний через два клока из этого через один клок в это состояние войдем вот такие счетчики просто в начале при включении если не было варианта записи одного из таких вот состояний можно параллельно принудительно перед началом работы записать одно из этих состояний тогда будет правильно если таких мер не примета то мы обязательно через некоторый максимум через три клока перейдем к нормальному режиму работы следующий вариант счетчика на регистрах сдвига это счетчик Джонсона он напоминает обычный кольцевой счетчик но у него на вход тут опять у меня почему-то сбилось вот посмотрите здесь в младший в младший будем неважно как его назвать в крайний левый разряд поступает не выход ку вот как было первоначально в кольцевом счетчике а инвертированный выход последнего разряда вот берется не ку и вот что мы здесь будем иметь посмотрите вот если начальное состояние нулевое вот предположим все разряды ну опять на примере четырехразрядного все нулевое то что будет при этом на входе D 0 нулевого D3 там будет единица на выходе здесь 0 инвертированный выход дает единицу поэтому первым клоком сюда запишется единица записалась и стало 1 0 0 0 этот 0 сюда перешел сюда этот сюда а здесь не 0 записывался а инвертированный записался сюда следующим клоком здесь по-прежнему 0 опять запишется единица а эта единица сместится на один разряд вправо здесь 0 0 значит это после второго клока после третьего будет уже 3 единицы здесь еще 0 после четвертого вот эта единица записывается сюда а эти 3 сместились в эти 3 разряда и теперь раз на выходе здесь стал 0 то не q третье будет то есть стал единица не q3 станет равным нудом теперь сюда будут записываться нули в этот разряд пока в последнем разряде не станет 0 значит вот сначала записался сюда 0 здесь единицы теперь еще 0 эти сместились сюда вот так разряды по-прежнему 0 сюда ну 0 уже не q сюда опять записался 0 здесь еще единица это не 0 и следующим клоком вот этот 0 сюда запишется а эти сместились сюда опять все стало в нулях то есть мы вернулись в исходное состояние и вот здесь 8 клоков через 8 клоков мы возвращаемся в исходное состояние то есть говорят что модуль счета у него равен 2n где n число разрядов уже не 4 а 8 причем этот счетчик имеет модуль счета при любом начальном состоянии вот здесь другое начальное состояние я взял вот такое какого нет здесь и мы получили здесь ну другие естественные значения но к прежнему состоянию вернулись тоже через 8 клоков то есть у него период сохраняется правда другие значения появляются на выходе здесь видите вот эта единичка здесь хранится 4 клока а потом 4 клока нули вот 4 клока на q0 здесь то же самое только смещенное на 1 клок сначала 0 вот ну отсюда начинаем считать 0 потом 4 единицы потом 3 нуля ну поскольку снова то есть периодически идет на каждом из этих трагеров 4 клока единица 4 клока 0 здесь смещенное на 1 клок та же картинка смещенное ну здесь там еще на 1 клок еще вот такие счетчики тоже позволяют видите получать сигналы ну вот здесь немножко другие ну пол периода вот то что мы получаем на выходе периоды в 8 раз больше чем клоки из них пол периода идет единица пол периода 0 вот здесь по-другому будет выглядеть это видите две единицы нули отсюда 1 0 1 0 потом 0 1 0 вот такая комбинация здесь это то же самое но смещенное если другое число начальное какое-нибудь записать то там будут другие сочетание единицы нулей как вот здесь выглядят сигналы но тем не менее период сохраняется один и тот же равный 8 ну просто пример если записать все единицы ну просто мы отсюда вот начнем ну вот это как бы счетчик теперь совершенно другое применение регистров сдвига так называемые генераторы псевдослучайных последовательств вот это довольно интересные устройства которые позволяют получить вот почему называется псевдослучайные последовательства в них чередование ну вот появление на любом из разрядов регистра сдвига который используется в этих генераторах появление единицы нулей равновероятно и распределено вот равномерно по случайному как датчик случайных чисел единицы нулей ну или как подбрасывание монеты вот вероятность выпады того что поиск значит после единицы выпадет ноль одна вторая вероятность ну при усреднении по большому когда очень длинные эти последовательности они приближаются к таким случайным как бы чередованиям единиц и нулей вероятность того что подряд две единицы или два нуля будет равна одной четверти вероятность того что будет три подряд единицы или три нуля одна восьмая и так далее это вот как подбрасывание монеты точно так же здесь появление единицы нулей ну на любом другом выходе будет то же самое только сдвинутые поскольку это в регистре сдвига там информация просто сдвигается вот здесь связи уже сложнее не просто там вот либо с выхода на вход либо инвертированные либо через схему или не чтобы вот нулевое состояние исключить из возможных здесь здесь связь осуществляется с помощью формирования сигнала на входной на вход у этого регистра сдвига с помощью сумма трапа модулю 2 но не не со всех разрядов подаются сигналы а со вполне определенных разрядов и вот здесь если ну либо единицы либо нули стоят вот здесь значит если единица этот сигнал подается на этот сумма если вот здесь допустим ноль то этот просто не подается этот сумма выкидывает потому что если на этом входе ноль то на выходе сумматора по модулю 2 будет то что на его входе это вот два входа и выход если здесь ноль то есть если здесь единица там единица если здесь ноль там ноль то есть сумматор не нужен так вот конфигурация этих обратных связей определяется значениями коэффициентов вот этих h1 такого вот многочлена значит вот эти многочлены ну вот некоторые здесь коэффициенты h это все в поле двоичных чисел значит коэффициенты принимают значение ноль один ну и переменные сами либо единицы наши переменные x ноль один бывают вот эти коэффициенты если ноль то просто вот с этим весом переменной x нет то есть она не участвует вот в создании этого сигнала на вход регистра сдвига ну вот крайне правый x0 там x в нулевой степени то есть единица он присутствует всегда вот единичка всегда вот этот уже может быть равен либо единица либо ноль потому что если этого вот если бы здесь еще стоял коэффициент h0 и мы бы приняли его там нулем то это значит просто вот этого разряда нет ну и тогда здесь ничего нет это был бы самый крайний разряд так это все равно что мы разрядность регистра сдвига уменьшили на единицу меньше потому что уже не n а n-1 разряд поэтому вот этот всегда присутствует единица так вот для того чтобы значит такие генераторы могут генерировать значит вот псевдослучайную последовательность еще называют и генераторы последовательности максимальной длины вот что значит максимальной длины если у нас n-разрядные регистры есть то всего сколько комбинаций вот как бы разных чисел которые здесь могут быть 2 в n-ой степени числа от 0 до 2 в n-ой степени без единицы то есть до 2 в n-ой степени минус единица ну вот например у 8-разрядного числа от 0 до 255 и вот такие генераторы могут генерировать последовательность которая будет повторяться ну вот здесь единички и нули идут повторяться через вот 2 в n-ой степени без единицы клоков то есть вот для 8-разрядного регистра сдвига 255 клоков здесь будут идти комбинации единицы и нулей а потом это же самое будет повторяться снова вот поэтому называют генератор псевдослучайник вот в пределах вот этой вот длины 2 в n-ой степени без единицы у нас вот соблюдается вот это то что должно быть для случайных появления единицы нулей вероятность там однократного появления единички ну вот вероятность в данный момент появления единицы 1-2 сразу 2 1-4 и так далее значит вот почему их еще называют генераторы максимальной длины последовательности максимальной длины значит но далеко не при разной ну вот не при любой вот значениях вот этих коэффициентов h здесь будем получать период максимальной длины для того чтобы там получалась вот именно такая длина последовательности единицы нулей необходимы следующие условия вот период последовательности которые генерируются такими генераторами будет максимально и равна вот то что я говорил 2 венной степени безъединительности только в том случае когда вот этот многочлен о котором мы говорили коэффициенты которого и определяют собственно какие сумматоры будут у нас использованы где будет учитываться состояние вот данного разряда регистра сдвига вот если эти коэффициенты этот многочлен удовлетворяет следующим условием вот он должен быть неприводимым то есть этот многочлен наш h не делится ни на какой многочлен степени меньшей степени n кроме многочлена нулевой степени то есть на единицу естественно он сам на себя естественно делится и на единицу вот это он неприводимый многочлен и он должен быть примитивным это означает что он не является сам он не является делителем многочленом вот такого вида х в м-ной степени плюс единицы. Ни при каком м меньше вот этого числа. Это число, ну вот, n – это число разрядов, которое мы используем. Ну вот, если наш многочлен удовлетворяет вот этим условиям, то есть он сам не делится никакой многочлен, ну, естественно, меньшей степени, чем его, и, кроме того, он не является делителем вот такого многочлена, двучлена, у которого м меньше 2 в n-ной степени без единицы, то тогда мы получим в этой замкнутой вот этой такой петлёй системе период, равный 2 в n-ной степени без единицы. И вообще всего состояние 2 в n-ной степени, ну, одно из них – это все нули. Ну, если все нули, то всегда любая сумма по модулю 2, вот там, сколько бы там их ни взяли, будет ноль, и так нули и будут. Это вот как бы устойчивое состояние, из нуля он сам не выходит. Поэтому на единицу меньше число состояния. Ну вот пример многочлена в восьмой степени, который удовлетворяет вот этим условиям. Значит, в поле двоичных чисел он ни на что не делится. Никакой многочлен в степени меньше восьми. Ну и тогда, видите, для того, чтобы получить здесь вот эту последовательность максимальной длины, или, сформировать, все это случайно, последовательность, нужно брать сумматор по модулю 2. Ну, здесь не... Там наглядно было представлено сумматор вот так, последовательно. А это может быть один сумматор, на который подаются вот эти сигналы. Вот так, как здесь изображено. Значит, на этот сумматор подаются сигналы с выхода Q0, это вот эта единица, с выхода Q2. Вот Q1 здесь не участвует. При нем коэффициент должен быть равен нулю, потому что если здесь бы стояло X1, он бы уже не был, не удовлетворял бы вот этим условиям. Дальше вот используется Q3, вот Q2, Q3, Q4. И то, что здесь получается, это вот X8, вот это, он подаётся вот сюда. Вот это то, что на входе, как бы называется X8. Вот таким... Ну и вот эти список многочленов таких, которые удовлетворяют этим условиям, составлен для вот этих N... Вернее, N... Сейчас... Да, N. N разрядов. До вообще многих сотен. То есть вот много, там несколько сот разрядов может быть вот этот регистр сдвига, и для него найдены многочлены, удовлетворяющие вот этим условиям. Чем больше число разрядов, тем больше число многочленов удовлетворяет этому. То есть чем выше степень этого многочлена, тем больше таких многочленов удовлетворяют условиям неприводимости и примитивности. И вот эти... Такие генераторы псевдослучайных последовательностей используются очень широко. Я расскажу, какие... Где используются такие последовательностей. Ну вот у этих последовательностей ещё часто требуется чтобы у них было абсолютно равное число нулей и единиц. Ведь вот от того, что здесь получаем нечётное число единиц и нулей в периоде, а дальше будет всё опять повторяться. Видите? Вот если восьмиразрядный, например, здесь 2 в восьмой степени 256 минус 1, значит, период 255 клоков. Ну и 255 единицы нулей идёт. Ясно, что там число единицы нулей точно быть не может. Из них будет 128 единиц в этой последовательности и 127 нулей. Вот для некоторых применений этих последовательностей требуется, чтобы было строго симметрично число нулей, ну, поровну число нулей и единиц. То есть как бы в этой последовательности, которая генерируется, должно присутствовать и нулевое состояние. Вот, как я сказал, вот такая схема не может иметь нулевого состояния, потому что из него она не выйдет. И вот для того, чтобы дополнить ещё нулевым состоянием, эта схема изменяется. Значит, вот пример генератора псевдослучайной последовательности с периодом 2 в третьей без единицы и ровно 2 в третьей. Ну, 2 в третьей без единицы вот такой многочлен удовлетворяет условию неприводимости и примитивности. Кстати, здесь и второй многочлен х в третьей плюс х во второй степени плюс единица тоже удовлетворяет. То есть если подать на этот сумматор по модулю 2 не отсюда, а отсюда, он удовлетворяет этим условиям. А вот если бы взять многочлен х в кубе, х во второй, х в первой плюс один, то есть сумматор по модулю 2 на три входа и использовать и этот выход, и этот. То там период был бы не такой, а меньший. И зависит от того, какое начальное состояние. Так вот, здесь мы получаем период 7. Все комбинации, я сейчас там покажу в виде таблицы состояния этого генератора, все кроме нулевого состояния. Вот здесь начальное состояние никогда не должно быть равным нулю, и значит из него эта система не выйдет. А вот вторая схема, что здесь добавлено? Вот добавлен еще один сумматор и схема или нет. Вот это сумматор, это вот тот же самый, что здесь. И он определяет, определяется вот этим многочленом. Что же здесь еще добавлено? Посмотрите, если вот здесь имеется два нуля, так, и вот этот, допустим, в нуле, что мы получим тогда на выходе этого сумматора? Ну, ноль, потому что ноль плюс ноль даст ноль. И если бы мы прямо отсюда давали сигнал на вход, то мы бы из нуля не вышли. Что делает вот эта добавка? Вот если этот разряд и этот находятся в нуле, вот здесь два нуля, то вот здесь будет единица. И если вот здесь сигнал ноль, то ноль и единица, сумматор, по-моему, уже два, дает единицу, сюда запишется единица. И если эти были два нуля, и здесь ноль, то теперь записалось один, ноль, ноль, здесь хотя бы одна единица есть здесь или здесь, или обе, вот этот будет давать всегда ноль. И пока здесь не станут две единицы, два нуля, вот эта схема, вот эта часть не работает. Работает вот это, здесь ноль, и через этот сумматор проходит то, что есть вот здесь. И вот сейчас будет более наглядно это с помощью таблицы состояний, которые вот описывают поведение и этого генератора ПСП, и этого. вот для вот это для генератора с периодом 2 в 3 без единицы, то есть 7 для трёхразрядного такого регистра. Вот берём начальное состояние 1, 0, 0. Мы 0 не рассматриваем для него, потому что из него он не выходит. вот такой записан 1, 0, 0. Ну вот вот эти два разряда определяют сумма по модулю 2 вот этих двух разрядов определяет, что будет на очередном клоке записано сюда. Ну вот, сумма по модулю 2 Q0 и Q1 определяет, что будет записано вот сюда, что появится на Q2. значит, вот исходное состояние такое, очередным клоком вот эти два нуля сумма по модулю 2 дадут 0, сюда запишется, вот эта единица перепишется сюда, а эта перепишется в этот разряд. Вот такое стало состояние. Следующее два нуля, здесь единица, сумма по модулю 2 даст единицу, и эта единица запишется сюда. Ну вот тут опять я сейчас, вот здесь ошибка, вот здесь единица должна быть. Посмотрите, Q1 единица это 0, сумма по модулю 2 вот здесь единица, сюда должна попасть единица. давайте сейчас это исправим. Вот здесь, вот это 1 0, сумма дает единицу. 1 0, сумма дает единицу, вот, 1 0, и так, был 1 0, 0, вот это дает на вход 0, единица переписалась сюда, 0 сюда. Теперь эти 1 0 дает сумма единицу, она записана сюда, этот 0 передвинулся сюда, эта единица сюда. Следующим опять 0 1 дает единицу, это сюда, 0 сюда, но единица это теряется в этом разряде. Как бы выпил. здесь опять 1 0 записывается единица, это сюда, это сюда. Здесь 2 единицы дает 0, получили 0, эти единицы сюда. Следом здесь опять 2 единицы, 0, это 0 сюда, единица сюда, и теперь здесь появилось 1 0, так, дает единицу, этот 0 сюда, этот сюда. Мы вернулись к прежнему. Период равен 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кругов. Все повторяется и дальше. Будет повторение. Как будет работать генератор, у которого период вот такой. Начнем с того же самого состояния 1 0 0. Значит, в начале пока вот здесь и здесь у нас есть хотя бы 1 единица, будет работать абсолютно так же. Поэтому вот здесь разные значения, поэтому до сих пор идет все то же самое. Теперь здесь 2 единицы, а тоже хотя бы 1 единица уже так же. Здесь тоже 2 единицы не влияет. Здесь вот видите, тоже никакого влияния не окажет, поскольку на схему или не подается хотя бы 1 единица в течение всего этого времени. Теперь здесь стали 2 0, вот, а здесь единица. Вот теперь смотрим, что будет при такой комбинации 0 0 1 вернемся к схеме. Вот здесь 0 0 вот эти 2 0 вот здесь дадут здесь единицу. Так? А вот эта единица с нулем даст тоже единицу. Значит, 2 единицы попадают на вход сумматора по модулю 2 и здесь должен быть 0. Вот то, что здесь записано. Смотрите, вот эти 2 0 попадали на схему или не, с инверсией дали единицу. Вот этот нулевой разряд дал на выходе сумматора с этим нулем тоже единицу. И теперь 2 единицы дают 0 в этот младший разряд. Не так, как было там, единичку снова, и мы вернулись в исходное, а дает 2 0, то есть сюда дает 0. Этот 0 переходит сюда, этот сюда. Мы получили новое состояние 8 после вот этого, а не 1 0 0. Теперь что будет здесь? Вот сумматор по модулю 2, который так же, как и здесь работает, вот Q1 и Q0 дает 0. Вот это вот эти 2 0 поступают на схему или не, дадут единицу. Она поступает на второй сумматор, на который поступает эта единица, и вот этот 0. Будет единица, запишется сюда, а эти смещаются. Мы вернулись вот в это состояние. Видите, период здесь оказался равным 8, в том числе есть нулевое состояние. И вот раньше если мы смотрите, что имели, сколько единиц, ну на выходе любого, они просто сдвинуты один по отношению к другому, единиц, 1, 2, 3, 4 и нулей, 1, 2, 3, 0. Теперь здесь так же 4 единицы, но теперь здесь 4 0. Вот до сих за период. Схема, то есть сбалансировано число нулей и единиц. Ну и вот такие генераторы во многих случаях предпочтительны. Вот когда это датчик случайных чисел, вот там должно быть, ну вот это можно считать числами, которые появляются вот на выходе. Вот здесь число ноль отсутствует, а здесь оно присутствует. И вот это нужно, чтобы было точным. Все числа проходили от нуля до числа н без единицы. Вот. Ну, вот это считать младшим разрядом все нули. Вот число 1, число 3, число 7, 6, 5, вот это 2, и это 4. Все числа здесь перебираются от нуля до 7. И можно вот эти значения, вот если там не трехразрядный, а, например, 16-разрядный, у нас 16-разрядное двоичное число от нуля до, ну, 2 в 16, это 65 536, вот от нуля до 65 535, все числа случайным образом перебираются. И это является датчиком случайных чисел. Кроме того, вот эти последовательности не зря называются псевдослучайными, они во многом напоминают вообще, ну вот, случайный процесс. Ну, появление единицы нулей случайный процесс. И все вот поскольку равномерность распределена, это как бы как белый шум, вот такой цифровой белый шум. И вот если вы помните, может быть, функцию автокорреляции белого шума, вот равномерность, у которого равномерный спектр, функция автокорреляции. Значит, вот интеграл от произведения функции с собой сдвинутой во времени. Вот для такого белого совершенно случайного шума стационарного при любом сдвиге интеграл, то есть их произведение, интеграл от их произведения будет давать ноль. И только когда они совпадают, это в квадрате функция, вот получается максимальное значение. А так, вообще говоря, ну там будут флуктуации, но среднее значение будет равно нулю, кроме момента, когда они совпадают. Значит, это получается, что функция корреляции на бесконечности, то вот при любом сдвиге будет ноль, и только когда совпадает точно вот выборка бесконечно большая шума сама с собой коррелируем, там получается выброс бесконечно большой амплитуды, если бесконечно длинная последность, мощность этого сигнала, шума, получаем, то есть дельта-функция это функция корреляции случайного процесса, совершенно случайно с равномерным спектром гауссовское распределение амплитуд, так вот псевдослучайные последности имеют функцию корреляции уже в цифровом представлении повторяющую функцию корреляции вот такого случайного процесса. Вот как строится функция корреляции для такой псевдослучайной последности. Я на коротеньком примере это покажу. Вот когда генератор псевдослучайной последовательности всего трёхразрядный, период у него 7 и как делается функция корреляции, что на собой представляется. Нужно вот взять генератор псевдослучайной последовательности и с него подать, ну, с любого из разрядов подать сигнал на регистр сдвига. Вот так сделаем, вот генератор этот и с одного из разрядов подаём на регистр сдвига восьмиразрядный. Значит, через восемь клоков, вот здесь, значит, то есть через семь клоков период семь, семиразрядный, от нуля до шести, вот, до шести. Сейчас я сделаю по кругу, такие будет видно. Вот. Значит, по прошествии семи тактов вот здесь будет записано семь значений вот на выходе этого D-триггера появится семь значений. И вот здесь приведён пример такое, ну, вот, значение в какой-то катый момент времени, на катый момент времени, вот здесь прошли вот через этот, ну, вот такие состояния были от нулевого там, или от первого до катого момента состояния были вот х2 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ну, потом всё повторяется. Вот здесь это просто сдвинутые отсюда, вот этот сюда сдвинут и так далее. Вот в этом разряде они прошли вот так. И вот здесь, предположим, на катый момент была вот такая последовательность. Ну, и здесь была сохранена эта последовательность. Вот эта единичка была здесь, она первая была, потом вот это, 0 здесь и так далее. Вот это мы имеем здесь на какой-то катый момент времени. Что значит сделать функцию корреляции для вот единицы нулей? Нужно вот это то, что нам даёт наша вот этот генератор ПСП. и в течение времени вот здесь вот эти данные будут меняться. Потому что с каждым новым клоком сюда будут двигаться новые значения. Вот это одно значение, потом оно сдвинутое будет вот таким на выходе и так далее. То есть на каждый клок здесь будет новое значение. А вот здесь стоит какой-нибудь один из комбинаций на какой-то момент времени зафиксированные число. Ну набранные там единицы и нули. Какие могут некоторые комбинации из тех значений, которые могут быть здесь. А здесь вообще перебираются все комбинации. Мы видим вот здесь на этом периоде. Так вот берётся сумма по модулю 2 их и вот здесь значит если они совпадают здесь будет ноль. Так если они не совпадают то будет единица. И вот это устройство подсчитывает число совпадений и из него вычитает число несовпадений. И вот теперь смотрим вот вот это то Ку которое на наитый момент времени должно вот как бы может быть вот здесь на выходе. Вот здесь оно стоит. Заданные эти единицы и нули. Вот такое. А мы подаём вот на этот сумматор на эти сумматоры 7 сумматоров по модулю 2 вот значение х0 на катый момент времени вот там такое хранилось в этом регистре сдвига который мы заталкиваем содержимое х0 вот такое. Смотрим вот здесь не совпадает второй раз не совпадает третий раз не совпадает и где еще вот здесь не совпадает значит 4 раза в 4 разрядах будет не совпадение вот 1 вот это с этим 2 вот 3 с этим 4 4 не совпадение значит в 3 позициях совпадает это значит если число совпадений минус не совпадение не совпадение на 1 больше чем совпадение у нас минус 1 значение теперь следующим шагом к плюс первым вот из этого состояния нашего вот этого регистра сюда войдет новое значение вот это значение перейдет сюда вот это сюда на 1 так просто сдвинется все и теперь вот в этом регистре который который вот эти данные d мы подаем на сумматоры теперь будет вот такое значение обратите внимание оно точно совпадает с тем что мы храним вот здесь и это означает что в к плюс первый момент времени у нас будут все 7 совпадений и мы получим вот здесь число 7 в следующий момент времени вот это число изменится оно изменится вот на такое еще из предыдущего разряда если здесь посмотреть опять число совпадений и несовпадений оно опять несовпадение окажется на единицу больше и будет опять один и так при всех сдвигах пока опять у нас вот в этом регистре сдвига не появится то что мы ожидаем вот мы ожидаем вот такое состояние опять вот видите это тоже как типа дельта функция ну здесь она вот на один клок не бесконечно узкая на один клок только в этот момент максимальное будет число а во все остальные минус вот представьте себе что вы взяли такой генератор псевдослучайной последовательности у которой период ну 16-разрядный такой генератор 65 с половиной тысяч у него период тогда вот там такой регистр должен быть 65 тысяч разрядов но это часто делают не в виде разрядов а просто вычисляем математически не как бы не на физическом уровне вот туда заносятся вот вот эти вот последности они сравниваются с образцом который мы ожидаем один из возможных тогда что мы будем иметь вот период будет там 65 с половиной 35 65 тысяч 535 клоков период будет и на каждом клоке кроме одного мы будем иметь минус один а вот здесь будем иметь пик 60 там пять с половиной с лишним тысяч вот такое число чем длиннее период тем ближе это как бы к дельта функции во-первых у нас если мы клоки берем с большей частотой вот этот период будет маленьким ну вот длительность вот этих будет уменьшаться вот этот период клоков и чем больше число разрядов тем больше вот этот пик вот это свойство используется например в радиолокации ведь посмотрите ну как была традиционная радиолокация излучался радиоимпульс короткий очень мощный и затем измерялось время через которое он придет отраженный ну отраженный слабый в шумах поэтому нужно было большие мощности излучать в течение короткого времени ну чтобы точно измерять нужно короткие импульсы чтобы фронты у них были хорошими так вот это довольно сложно делать делать мощные очень передачи которые допустим в течение там микросекунды сможет излучить мощность допустим киловатт ну так в начале работали радиолокаторы вот например в настоящее время делают с использованием псевдослучайных последовательств излучают не просто импульс а излучают псевдослучайную последовательность в виде например фазовой манипуляции единички в одной фазе нули в другой фазе но излучается эта последовательность с периодом допустим несколько миллионов клоков тогда если принятый сигнал он излучается вот в каждый момент времени мощность небольшая но за это время периода этой последовательности мощность конечно будет большая то там за микросекунду надо было все это вложить в мощность он растянутый на миллионы поэтому в каждой посылочке такой единица или ноль мощность излучаемая небольшая и вот принимают этот сигнал и потом строят функцию автокорреляции вот вернее функцию корреляции принятого сигнала с образцом находят вот запоминают эту последовательность в шумах мы получим тогда на выходе коррелятора конечно все это вот здесь шумы и здесь шумы будут но поскольку сигнал большой сигнал-то складывается когерентно а шумы нет поэтому шумы будут чем больше мы складываем чем более длинная последовательность тем больше будет отличаться вот выбросы шумов по сравнению с тем что накоплено от сигнала ставится пороговое значение некоторое чтобы шумы не превышать не достигнуть здесь вот шумы есть в районе нуля и на максимуме пороговое значение определяется вот как момент когда совпадет и отсюда определяется задержку время прохождения вот этой последовательности до объекта и обратно ну вот таким образом локацию поверхности Луны делали других планет не надо очень мощный излучатель который нужно в короткое время передать сигналы ну вот это одно из применений сигнала и ну вот датчики случайных чисел все это используют вот такие генераторы псевдослучайной последовательности ну на этом мы закончим то все это используют как если у нас он то то это не то Продолжение следует...